Сегодня девчонка сказала А вы еще и петь любите? Впервые сказала люблю И вечно, и живо, и ново К неведомым далям маня Старинное милое слово Ведет и тревожит меня Прожили в браке 61 год и умерли с разницей в 11 дней История Людмилы Касаткина и Сергея Колосова Однажды коллега в шутку сказал, что никогда не изменявшей мужу артистке будет нечего вспомнить на смертном адре Людмила Касаткина не растерялась и ответила, что станет думать о Сергее Колосове Так и случилось, ведь последние дни актриса сходила с ума от тоски по супругу Подпишись на канал и жми на колокольчик 15 мая исполняется 96 лет со дня рождения Людмилы Касаткиной Актрисы, блиставшей в фильмах укротительницы тигров и вызываем огонь на себя По мнению критиков, свои лучшие роли артистка сыграла в лентах мужа, Сергея Колосова Да и в целом творческий и любовный союз кинодеятелей вызывал у окружающих восхищение 61 год супруги прожили в браке, и разлучить их смогла только смерть Сергей Колосов был старше Людмилы Касаткиной на 4 года, так что когда он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, девушка еще училась в школе. Юноше пришлось бросить в вуз и уйти на фронт, поэтому вернуться в институт ему удалось только после победы Если бы не этот факт, Колосов и Касаткина могли никогда не познакомиться Впервые Сергей увидел Людмилу в коридоре ГИТИСа в мае 1946 года Парень подошел к симпатичной студентке, представился, а едва узнав ее имя и курс, пригласил на свидание Касаткина решила проучить напористого кавалера, позвала его на день рождения, но дала неверный адрес Легко представить растерянность Колосова, который появился в парадном костюме с букетом цветов перед незнакомыми людьми Парень был страшно расстроен, но когда вновь увидел в коридоре вуза обаятельную блондинку, не смог долго на нее злиться Студентка попросила прощения за жестокий розыгрыш, и обида словно испарилась Они начали дружить, хотя было очевидно, что Колосов питал к Касаткиной более глубокие чувства Признаваться в любви он не спешил, и в итоге Людмила сама обо всем догадалась Однажды группа студентов ГИТИСа отправилась выступать в Севастополь Жили молодые люди впроголодь, почти без денег И тут Касаткина увидела, как Колосов отдает последние копейки за маленькую кисточку винограда Гроздь парень торжественно вручил подруге Тогда-то она и поняла, что Сергей безумно влюблен В 1950-м влюбленные сыграли скромную свадьбу, накрыв стол в квартире родителей Людмилы А в 50-е началось восхождение супругов к славе Режиссер снял первый фильм «Солдатское сердце» Актриса получила главную роль в картине «Укротительница тигров» На площадке Касаткиной приходилось работать в кадре с хищниками иногда Но далеко не всегда ее заменяла дрессировщица Маргарита Назарова Партнером Людмилы стал Павел Кадочников И некоторые коллеги подозревали, что между экранами влюбленными и в реальности проскочила искра Но это были лишь слухи Заработав на отдельную квартиру, супруги решились на прибавление в семье В 33 Касаткина родила сына Алексея, но засиживаться в декрете не стало Никаких обид по отношению к родителям у меня не возникало Комплексовал я только из-за маминой популярности Идем вместе в магазин, например А к ней каждую минуту подходят люди Кто-то за автографом, кто-то чтобы сказать Людмила Ивановна Мне так понравился фильм Вы моя любимая киноактриса Мне все это не нравилось Я стеснялся, что на нас все смотрят Признавался Алексей Сергей Колосов снимал супругу в своих картинах Но это не значит, что он делал возлюбленной поблажки Наоборот, от близкого человека Колосов требовал большей отдачи Так, чтобы Касаткина лучше прочувствовала роль попавшей в Освенцем матери Разлученной с ребенком Режиссер заставил актрису ночевать в бараке в одиночестве Уснуть артистка не смогла Все думала о погибших малышах Когда отец брался за историческую картину Достоверность для него была на первом месте Он добивался правды во всем В декорациях, в костюмах, в эмоциях актеров И всегда перед мамой ставил сложные задачи Не делал никаких скидок Подчеркивал Алексей Колосов А она мужественно все исполняла Осознавала Раз Колосов просит, значит Это нужно для результата Оспаривать авторитет мужа На съемочной площадке Касаткина не пыталась А вот дома играла главную роль Правда, женщину часто подводила излишняя доверчивость Нанятые ею помощницы обманывали и обкрадывали семью Заявлений в милицию Людмила Ивановна не подавала Так как не любила публичных скандалов Близкие отмечали, что при этом актриса оставалась принципиальной Не участвовала в театральных интригах И прямо высказывала окружающим все, что думала Эмоции она несла домой и только тогда выплескивала Могла под горячую руку с отцом поссориться Но он все понимал и старался вернуть ей хорошее настроение Подойдет, обнимет, поцелует и успокоит Папа мамой очень дорожил Отмечал Алексей Колосов превращал дни рождения избранницы в настоящие праздники Где собирались близкие друзья и коллеги Но в 2011 мероприятие закончилось трагедией Сергею Николаевичу резко стало плохо с сердцем Прежде у мужчины случались проблемы с сосудами и микроинсульты Но он всегда восстанавливался Не в этот раз, последние месяцы режиссер провел в больнице, прикованный к постели Касаткина навещала мужа каждый день Из-за стрессов у артистки обострились хронические заболевания Так что периодически ее саму госпитализировали 29 июня 2011 актриса в последний раз вышла на сцену театра Мысли путались, она забывала текст, и коллеги незаметно подсказывали слова А осенью Людмила Ивановна снова легла в клинику 11 февраля 2012 девяностолетний Сергей Колосов скончался Печальное известие артистка приняла молча, без слез и истерик В день похорон мама попросила, чтобы ей дали возможность попрощаться с ним не на людях Мы привели ее в ритуальный зал за два часа до начала официальной панихиды Потом ходили случаи, что маму привезли туда на инвалидной коляске Нет, мама подошла к нему сама, молча стояла и смотрела на папу Какая-то беззащитная, словно потеряла смысл жизни О чем она думала в тот момент, что мысленно обещала, не знаю В слух не было произнесено ничего Мама наклонилась, поцеловала, постояла еще немножко рядом Повернулась и медленно пошла прочь, вспоминает Алексей Уже через несколько дней после похорон мужа состояние Касаткиной резко ухудшилось Артистка находилась в неадекватном состоянии, поэтому близким пришлось положить ее в больницу Алексей старался часто навещать родительницу, хотя смотреть на то, как она страдает, было невыносимо Отец увел маму за собой, в больнице, будучи в полусознательном состоянии В полубреду мама часто видела его перед собой, делился Алексей По мнению сына, Касаткина предчувствовала смерть и не хотела дальше бороться С уходом мужа Людмила Ивановна потеряла смысл жизни Незадолго до своей кончины родительница приснилась Алексею, она была молодой, красивой и здоровой Наследник Читы признался, ему хочется верить, что теперь мама действительно счастлива и находится в лучшем из миров рядом с любимым Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями в социальных сетях, фейсбук и одноклассники Подпишись на канал и жми на колокольчик, ведь мы приготовили много нового для тебя Субтитры создавал DimaTorzok